В горах на скале о беспутствах мечтая, сидела измена, худая и злая, а рядом под вишней сидела любовь, рассветное золото в косы вплетая. С утра, собирая плоды и коренья, они отдыхали у горных озер и вечно вели нескончаемый спор. С улыбкой одна, а другая с презрением, одна говорила, на свете нужны вяность, порядочность и чистота. Мы светлыми добрыми быть должны, в этом и красота. Ах, другая кричала, пустые мечты, да кто тебе скажет за это спасибо? Тут право, от смеха порвут животы, даже безмозглые рыбы. Жить надо умело, хитро и с умом, где быть беззащитной, где лезть на пролом, а радость увидела, рви, не зевай, бери, разберемся потом. А я не согласна безсовестно жить. Попробуй быть честной и честно любить. Быть честной? Зеленая дичь, чепуха, да если что выше, чем радость греха. Однажды они такой подняли крик, что в гневе проснулся косматый старик. Великий колдун, раздражительный дед, проспавший в пещере три тысячи лет. И ряхнул старик. Это что за война? Я вам покажу, как будить колдуна. Так вот, чтобы кончить все ваши раздоры, я сплавлю вас вместе на все времена. Схватил он любовь колдовскую рукою, схватил он измену рукою другою и бросил в кушинных, силеные, как в море. А следом туда же и радость, и горе, и верность, и злость, доброту, и дурман, и чистую правду, и подлый обман. Едва он поставил кувшин на костер, дым взвился над лесом, как черный шатер. Все выше и выше, до горных вершин. Старик с любопытством глядит на кувшин. Когда переплавится все, перемучится, какая же там чертовщина получится? Кувшин остывает, опыт готов. По дну пробежала трещина. Затем он распался на сотню кусков, и появилась женщина.